МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сейчас может оказаться, что цена самой нефти из Ближнего Востока окажется меньше, чем российская нефть. Ци отримая Беларусь выгоднейшие кошты. Коронавирус. Змагание с инфекцией у Беларуси и свете. У одного человека средне-тяжелое течение, у остальных течение легкое или бессимптомное. Те боятся беларусы пятницы 13-го. Энергетически сильный день. Надо себя держать, эмоции свои в руках. Я защищала диплом пятницу 13-го и прекрасно защитила его. Нафта с Саудовской Аравией робится привабной для Беларуси. Королевство истотно знизила свои кошты после адмова России скоротить украинственный момент с добычу сыровины разом с іншими краинами-экспортерами нафты. Мештым российский министр энергетики Александр Новак заявил, что нафты больше выгодные, чем ся для чем ся из России Беларусь не знойдем. У кого будем набывать все леты и надалей, и какие измены отбудутся на сусветном рынку сыровины? Саудовская Аравия резко знизила кошты на нафту и постановила продавать Европе больше сыровины. Виноватый все той же коронавирус, який шкодит так само здоровью нафтового рынку. Истотно потонела нафта по всюль. И это спрочинило войну между вытворцами нафты и уприватностью в рамках этой войны Саудовская Аравия дает вельми великие знижки в поравнании с российским юрлсом. Судовная новина для Беларуси, которая разгорнула пошуки альтернативных российским поставок черного золота. Саудовская Аравия поставляет якоснейшую, чем российское сыровину. Европа забирает нафту в основном упорте Натрдам, кожный своим шляхом. Может оказаться, что цена самой нефти из Ближнего Востока окажется меньше, чем российская нефть, но логистика может сделать эту нефть уже дороже. То есть, с учетом логистики, все-таки пока российская нефть, наверное, это наиболее дешевый вариант. Бо с Натрдаму королевскую нафту треба транспортовать у балтыйские порты, а от Туль, что найдорожей, чыгункаю у Новополоцк. Празлитовскую Клайпеду набываем уже. У неделю порт примет третий селета танкер для Беларуси, а до конца месяца еще два танкеры. Таким чином, в этом месяце отримаем четыре танкеры по 320 тысяч аутонов неофицийно российской сыровины. Ци варта приглядится так само до Саудовской. Саудовская Аравия не пропонувает эту изнижку тубу к Беларуси. Она пропонувает все Европе. И тому Беларусь от этого нияким чином не выиграет, потому что наши немодернизованные нафтоперепроцовщие заводы все равно будут неконкурентооздольны в сравнении с евразвязовскими. Але у межах энергетичной безпеки набывать з розных крынец варта. У студене Александр Лукашенко пропонувал. Процентов 30-40 мы будем покупать нефть в Российской Федерации. Процентов 30 мы должны с Балтики завозить нефть. И процентов 30 через Украину проверенный уже путь. Головное довести до конца перамовы с основным продавцом. На перед дни перамовы узнавили премьеры краинов. Цены на нафту упали. В связи с чем белорусский БОК представил российскому новое пропоновое для нафтовых компаний, в який российский БОК принял, пообязавший провести консультации с нафтовыми компаниями и дать отказ. На протягу некольких днен керавник Ураду так само подтвердил. Незалежно от вынику нафтовой спрычки, Беларусь что месяц будет набывать два танкеры альтернативной сыровины. Если запустить участок заброшенного по сути нефтепровода Дружба, который идет из Беларуси в страны Балтики, то доставка альтернативной нефти через балтийские порты станет значительно дешевле. Беларусский лидер заявил сегодня, что у такой справе подтримание Беларуси обязал держсократар США Майкл Помпеа. Шукать развязания Менск мая худка бурезерва у нафты, да и газу не мая. Россия у сегодняшней сусветной ситуации почувается инакш. Мы подготовлены лучше, чем другие страны, которые имеют большие доходы от нефтедобычи, которым сегодня приходится сокращать бюджет. Ты мне меньше курс российского рубля пошел вниз. Говорит о том, что может быть незначительное ускорение инфляции с текущих уровней. Это будет ощутимо, конечно, и на финансовых рынках, и для граждан. Так само и грамадяна у Беларуси, бо курс рубля беларускага залежны от российского. Юля Тяльпук, Белсат. И до темы, что теперь хвалюю весь свет – COVID-19. Про небеспеку коронавируса все больше краину уводят карантин и закрывают межи. У Беларуси же обмежевание по куль датычать стольки массовых импрезов. Их проведение пропыняет с до шостого красавика. Процтавники демократичных партий и рухов поведомили про перонос оси беларускага Конгрессу за незалежность. И он мился отбыться у недели у 15-го соковика. Конгресс незалежности – это еще одна вельми важная махчимасть громадско-политичной супольности заявить о той проблеме, якая у нашей краине есть, и что над дадзиной проблемой есть самая великая необходимость працавать. Вызначены таки формат, что им могут принимать удел, окромя политичных партий, разные громадские объединения, которые поддерживают идею обороны незалежности. Любые громадянские инициативы, у тем лику сходы громадян. Например, больше 10 громадян, когда избираются, они имеют право вызначить, кто будет их делегатом. Працавать над рыхтованием Конгрессу архкомитет протягнил режиме онлайн. Докладная дата проведения покуль невядомая. Подставу собрать громадский сход политики бачать у небя специи для незалежности нашей краины сбоку России. Кулькость инфикованных коронавирусом у Беларуси расте. Сегодня Министерство охоты здоровья поведомило про 27 человек хворых на COVID-19. Увыдеть карантин повод для медичных чиновников упокуль заучасна. Про иншие заходы перед ухилением распознанную инфекцию в Беларуси и свете Анастасия Русецкая. У Беларуси за сотни выявили шесть новых выпадков заражения коронавирусом. Актуальные лишь бы прогучали на брифингу Министерства охоты здоровья. Три пациента уже выздоровели и выписаны домой. На сегодняшний момент 24 человека находятся в наших учреждениях здравоохранения. У одного человека средне-тяжелое течение, у остальных течений легкое или без симптома. Темою коронавируса распочалась и размова Александра Лукашенко с министром внутренних справ Юрием Караевым. Ну, может быть, если кому-то надо, так и хлебушка в магазине, молока приобрести, отнести. Но лучше, пускай они побудут дома. Але побыть дома смогут, хіба что пенсионеры, не глядячи на повеличение колькости инфекционных, карантин у нашей країни пакульня уводять. На хатние навучания перевели только один класс Минской гимназии номер 20. У батьки одной звучанистной шли РНК коронавируса. Дети и подростки не являются группой риска. Они могут переносить вирус, но не болеть им. Поэтому вся та информация, которая имеется сейчас в мире по поводу коронавируса, говорит о том, что ни один ребенок не умер от коронавирусной инфекции. Усих, кто вертается в Беларусь за мяжи, адмысловцы закликают своечасово звертаться до медиков и обмежавать контакты. Зрешты замежные поездки доведеться и адмянить Белавия праскоронавирус, касуя шерегрейсов у больш як 20 країнов. Беларуская чыгунка адмяняя продаж квитков на тягник берасте Прага. Прастое, что Чехия завтра припиняя рух международных тягников и автобусов. З наступного понеделка эта країна закрывает межи. Я думаю, что УРАД сделал правильные заходы. Вядомо, это приведет к обмежаванию для наших компаний. Это может погрожать бизнесу, но я думаю, что эти заходы дадут мягчимость прекратить хвалю распавсюду вируса. Праспандемия закрывает межи для замежников с недели Украина. У Литве де Франции с 16-го сакавика зачиняться детские садки школы и университеты. Мы довольно непокойны этим коронавирусом, но супокоивая, что у нас мало шансов померти от него. Мы больше боимся его передать. И мы больше непокуемся за старых, бабулю и дядюлю. Завтра в Бельгии начинятся школы и месты громадского харчаванья Латвия и Эстония. В связи с распавсюдом коронавируса увели режим надзвычайного становища. У Рад Республики объявил надзвычайное становище у Эстонии. Кабинет министров подтримал такие экстренные заходы, как заборона сходов и спортивных импрезов. Будут зачинены научные установы. Свет спорта так же реагирует. УФА прекратил проведение европейских кубковых турниров. Запланованные на наступный тдень матчи Футбольной Лиги чемпионов и Лиги Европы переносятся на невызначенный термин. Анастасия Русецкая, Белсад. Протягиваем выдание объектива с іншими темами. Принять душ або ванную. Пауседзённая гигиенна, привычная городскому жахару для вязковца може статься саправдной проблемой. У невеликих поселещах часто нема ни водопроводу, ни лазню. Гэта, кда прикладу, у Октябрьским районі на Гомельщине люди прозвычайліся мыться на опрос турешце або награваць ваду у тазиках. Выхода нет. Надо идти в речку. У речцы Виктор Саховский мыться весь год, бо у вязцы дзенживе немалазни, а мыться у тазику мужчину незручно. Провести водопровод у хату вельми дорого, а працы неуродной вязцы Рыжанову ни у суседних вязках попросту нема. Але гэта зимою павод для сподара Виктора. Было лягче. Речка не замерзла и помыться было дзе. Вот моя баня, деревня Рыжанов. Сами понимаете, весна, вода, а выхода больше нет. Или ходить гражданин, чтобы уши заели или мыться. В Октябрьском районе Гомельской области такая проблема у шматы в яких вязках. Канализация водопровод есть неповсюдно, а провести воду в дом можно только про сведровину. Ранее выротованием были громадские лазни, а летя перни засталось и неводной. Этот лазнивый комплекс зашинен уже нескольких годов, но ранее он корыстался популярностью. Это было одиночное место, где вязковцы могли сручно помыться. По водле Виктора Саховского шмат вязковцев скарзятся на такие умовы. Если бы хоть один чиновник так помылся, может, что-нибудь он разработал для народа. У них квартиры хорошие, совсем удобственные. А что у нас? У нас нет ничего. Жихары везок Октябрьского района, с якими нам удалось поразмовлять, саправды нарекают на отсутность лазнив, где рассказывают про разные способы помыться в ясных умовах. В душ хожу участникам, а так у кого есть домики в своих домиках. А так в бане уже в годах два, три нет. Не знаю, где они тут так мыются. Нельзя. Тут так в этих домиках ванны. А вот таких в этих домах нема ничего. Водина нагрета трапка и мыем на. Я дома воду грыю, на газу моюся. Но я здесь живу. Но в тазику как мыться. У Гжуб Октябрьская, на балансе якого застаются некоторые закрытые лазни, подлумашили, что на территории району працует только городская лазня. И она не вельми популярная. У нас банокомплексы конечно нерентабельные, потому как очень мало людей раньше посещали эти бани. И они датировались государством. Сейчас уже в настоящий момент видите, кто помоложе семьи. Естественно, делают ремонт в домах, устанавливают свои душевые кабинки. Али что рабить тем, кто немая праца и грошей на проведение водопроводу, а так само пенсионерам, яким уже не по силах зарабить ремонт у своих хатах, не тлумачать. Алена Дубовик, Белсад. Менск станет больше зеленым. При нам все гидкие спадевы мают столичные улады. На смену саджанцам они постановили упрыгожить город молодыми древцами. Те развяжено вы подыход проблем озеленения городу и на кольки эффективное такое укладание грошей. Доведалась Христина Чернявская. Рабочая группа для доброго упорядкования и утримания городских территорий при Менске мгар выконками взялась за проблему озеленения городу. Теперь замес дубчиков собираются саджать древы вышиней от 3,5 до 4 метров. Рашение хочет затвердить на законодавчем узровне. Такий крок может свечить, что чиновники почули городских активистов. Однако не все ухваляют подобную постанову. Активист кампании городских лесничих ИГР Корзун меркует, что передусім треба звернуть увагу на стан яснуючих зеленых насаджэнью. Основная проблема заключается в том, что у нас отсутствует баланс озелененных территорий. Никто не знает количество объектов растительного мира в тех или иных парках, скверах и озелененных территориях. В частности, неизвестен их видовой состав, очень плохо известный их биометрия, и тем более неизвестно состояние этих деревьев. А пошними годами выпадки падения старых дереву у дворах и парках почастіліся. Адмысловцы из лабораторий продуктивности и устойливости растительных супольностей утверждают, что для этого иснуют как объективные причины празднатуральное старение насаджэнью, так и субъективные. Мы очень мало внимания обращаем на то, как мы прокладываем дороги, как мы делаем тропинки, как мы ставим заборы. Любое повреждение ствола открывает доступ к различным патогенным микроорганизмам. И в основном деревья уже падают те, которые имеют обширную стволовую гниль или повреждение корней. Что год у столицы высаджываются десятки тысяч древу и кустов. Пэлну их колька садзить уздолш Менской кольцевой дороги. По водля звездок Менск-Зеленбуду с посадок проживаются приблизно 95% древу и амаль 97% кустов. Не деревья мы хотим иметь. Мы хотим иметь комфортные парки, комфортные скверы, хорошие, немрачные, тяжелые, где нет места на земле, чтобы можно было присесть, где все деревья больные, здоровые, не могут выжить. Активисты пэлнены. Пакуль сродки, что укладается у добраупорадкованья города, у тым лику и его озеленение гроши потрачены даремна. Однако пакуль подыходы озеленения столицы не изменяется. Только с початку этого года высаджены 5,5 тысяч древов. Христина Чернявская, Белсад. В 1138 местности в Беларуси были обеспечены в ночи празмоцный ветер. Как поведомляет Белэнерго, энергетики работали всю ночь во взмоцненном режиме и протягиваются обновлять энергозабеспечения. За последние сотни обновили электричность в 976 поселищах. На сегодня так само был обвещен оранжевый озеро небеспеки и штормовое попереджение. Заховается провести ветер 15-20 метров за секунду ротовники раяць, прибрать господарчие речи с двора, не ставить ауты под древами, а так само обминать хисткие конструкции и будинки. Соправдный надо себя держать эмоции в руках. Аппендицит вырезали 13-го числа. Пошинцовало мне 13-го февраля расписался с женой, так что о знакомых не слышал, никто не жаловался. Мне 13-го в пятницу везет. Да. Я защищала диплом в пятницу 13-го и прекрасно защитила его. Сегодня у меня очень хороший день пятница 13-ая командировка. Все успешно. Старшее поколение, более взрослые люди, они больше суеверны и больше склоняются к этому дню. Они стараются меньше выходить куда-то, меньше какие-то активности проявлять. Сидят дома, переживают, мало ли что произойдет. У меня подруга родилась в пятницу 13-го. И у нее постоянно день рождения в этот день, поэтому он классный. А мама у меня несколько раз падала и разбивала голову. Пятница 13-го по кресе подыходясь до завершения. В той час, як шторм, затронемается у Беларуси про нам седа завтра. Синоптики обвестили оранжевые узровые небезпеки. Разом с моцным ветром местами чакаются опадки, дождь и мокрый снег. Подроби зни про надвор и про замгнение на мапе у меня на гэтаму вся информация. На сене шукайте больше на нашем сайте белсат.эум. Бережите себе.